Аквариумистика Аквариумистики говорят, что сам стеклянный домик должен быть объемом минимум 60 литров. Все, что меньше, это временные садочки, а не постоянное жилье даже для одной рыбы. Почему так? Потому что в 60 литрах, по крайней мере, биологические процессы, необходимые для жизни рыбы, они будут протекать как бы полноценно. То есть бактерии будут способны переработать то, что будет выделять рыбка. Форма аквариума роли в сущности не играет. Кроме банки из пяти стекол, в аквариуме должно быть дополнительное оборудование, без которого жизнь невозможна. В первую очередь, обязательно нужно сердце аквариума, которое гоняет воду. Вода содержит микроорганизм, бактерии, которые способны перерабатывать. Для того, чтобы они оставались живыми, нужен фильтр. Фильтр будет задерживать в себе лишние частички, очищая воду от примесей. Нужен еще компрессор, который обогатит воду кислородом, светильник для имитации времени суток и обогреватель с термометром для поддержания идеальной температуры воды. Даже если вы будете в пустом аквариуме держать с таким набором оборудования рыбу, рыба будет жить и чувствовать себя хорошо. Вот все остальное дальше вы уже делаете для себя. Грунт, кроме эстетической функции, является еще дополнительным фильтром. В нем селятся бактерии, которые и делают воду животворящей. Но никакие фильтры не справятся с накапливающимися в течение жизни аквариума токсинами и мусором. Поэтому нужно эту подводную сложную систему регулярно чистить. В домашних условиях это дело достаточно трудоемкое. У меня есть обязанность, каждое утро я их кормлю. Это моя обязанность, такой некий ритуал утренний. Но ухаживает за аквариумом мой муж. Я знаю, что раз в две недели нужно, и он это делает, одну треть аквариума воды выливает и чистит дно. Вытаскивает все камни, все растения и тоже их чистит. Существуют специальные кондиционеры для смягчения и обеззараживания свежей воды, которые ускоряют все эти необходимые для жизнедеятельности аквасистемы процессы. Вот так примерно сливается вода и заливается другая вода уже из-под крана. Вода по температуре я как бы подбираю рукой. По необходимости нужно совсем перезапускать аквариум. Мыть декоративные элементы, камни, менять всю воду целиком, пересаживать живые растения, заново насыпать слои грунтов. Важно всегда помнить, что каждый обитатель этого подводного мира имеет право на комфортное существование и на дружелюбных соседей. И вся эта взаимозависимая экосистема не сможет существовать без внимания и заботы хозяина.